Друзья, всем привет! Хочу записать видео о частотах UHF, VHF, PMRLPD. Какую рацию выбрать и почему рации Baofeng такие популярные? Поехали! Два диапазона ультра high frequency и very high frequency. То есть UHF, IND и VHF. Начнем с VHF. Один из самых универсальных диапазонов. Оборудование для этого диапазона прекрасно работает как в сельской местности, так и в условиях городской застройки. Портативные станции VHF работают достаточно успешно на открытой местности, но в условиях плотной городской застройки качество связи снижается. Кроме того, наиважнейшим минусом данного диапазона является обязательность получения разрешения навещания, а значит нам его придется из нашего рассмотрения исключить. Напротив, диапазон UHF считается городским и проявляет свои лучшие качества в условиях плотной городской застройки. Для открытой местности UHF не очень удобен, так как радиоволны этого диапазона плохо огибают неровности рельефа и имеют сильное затухание в лесистой местности. Плюсом данного диапазона является то, что именно в его недрах скрываются безлицензионные диапазоны, о которых мы сегодня с вами и поговорим. Конкретно диапазоны PMR и LPD. Начнем с PMR – Privat Mobile Radio. Безлицензионный диапазон подвижной радиосвязи с частотами от 446,00 до 446,100 МГц. Всего 8 каналов с максимальной выходной мощностью до 0,5 Вт. Предназначено исключительно для частного использования и удовлетворения бытовых нужд в радиосвязи широких масс населения. В качестве вызывного канала общепринято использовать канал 8. LPD – Low Power Device. Диапазон радиочастот. Частоты от 433,075 МГц до 434,775 МГц с шагом в 25 кГц. Всего 69 каналов. Максимальная выходная мощность 10 мВт. В большинстве стран мира этот диапазон разрешен к свободному использованию с некоторыми оговорками. Как правило, с ограничением мощности передатчика и жестко назначенными частотами для приема передачи. В этом диапазоне могут и работают многие устройства различного назначения, такие как радиопульты, автомобильные радиосигнализации, а также так называемые безлицензионные радиостанции, о которых мы сегодня и говорим, которым не требуется регистрация. В России применение маломощных радиостанций диапазона LPD разрешается при мощности передатчика не более 10 мВт. Но на практике многие выпускаемые устройства, рации, автосигнализации и т.д. имеют большую мощность. Формально процедура их регистрации сертификации обходится переключением их в маломощный, совместимый режим с ограничением 10 мВт. Существует два подхода к созданию раций. Первый – это жестко запрограммированные каналы. Этот подход обычно характерен для таких станций, как VoxTel, Midland, Kenwood, Motorola и других. И второй подход к созданию раций – это снятие жестких ограничений, возможность свободного выбора частоты и запоминание некоторых частот, как предустановленных. Этим обычно характеризуются такие рации, как Baofeng, Zaston, Tid, Voxung, Puxing, Yasu и т.д. То есть наибольшее число китайских раций. На мой взгляд, например, если двух раций сопоставимый ценник, то причина выбрать рацию первого типа не наблюдается. Ответив на вопрос таким образом, мы сразу же снимаем с повестки дня и вопрос, какую рацию же выбрать – PMR или LPD. Мы автоматически ответили, что лучше выбрать универсальную рацию, поддерживающую и PMR и LPD, и сверху еще массу других частот. Круче такой универсальной рации может быть только универсальная вседиапазонная рация. И скорее всего, если и стоит рассматривать такие рации, то стоит заострить свое внимание на продукции фирмы Yasu. Однако ценник на такие рации, которые, кроме всего прочего, позволят вам слушать и так называемый авиа, морской, речной и т.п. диапазоны, становится уже несколько далековато от ценника, например, на народную рацию Baofeng UV-5R. И поэтому мы идем дальше. Пришло время, наконец, ответить на вопрос, почему же рации Baofeng такие крутые? Конечно же, имеется в виду по сравнению с традиционными рациями типа Vokstel, Midland, Kenwood, Motorola. Китайцы всегда славились хорошим умением копировать вещи. А в последнее время они славятся еще и умелой доработкой вещей в процессе копирования. Так, например, наверное, всем известно, что народная рация Baofeng UV-5R это клон рации Kenwood TK UV-F8. Но в процессе копирования китайцы превратили ее в дешевую, двухдиапазонную, универсальную рацию, попутно дооснастив ее FM-приемником, фонариком и рядом прочих функций, что в итоге и сыграло, как весомый довод, становление этой рации поистине народной и такой крутой. Кстати, если вас интересует сравнение параметров китайских раций, то любопытная ссылка вас ждет в описании. На сим я спешу раскланяться. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, писать грозные комментарии. Всем счастливо! Пока!